О ходе исполнения мероприятий по актуализации нормативов градостроительного проектирования городского округа в городе Ростов-на-Дону доложит Глеб Владимирович Мельников. Пожалуйста. В ходе подготовки проекта внесения изменений в нормативы также будет проработан один из самых важных на сегодняшний день показателей – нормативное количество мест для хранения автомобилей в жилой застройке. В действующих нормативах он определяется из расчета 350 автомобилей на 1000 жителей, что соответствовало требованию, установленному соответствующим сводом правил 2011 года. В действующем своде правил в условиях сложившейся застройки количество мест хранения для автомобилей устанавливается из расчета не менее одного машины места на одну квартиру. Вместе с тем эта норма не определена как обязательная для применения, то есть носит рекомендательный характер. Мы понимаем, что установить в местных нормативах такую норму для сложившейся застройки затруднительно. Это может повлечь с собой серьезные последствия для дальнейшего развития жилищного строительства в городе Ростов-на-Дону, но тем не менее актуализировать в этом направлении нормативы для строительного проектирования необходимо. В настоящее время правительством Российской Федерации внесены очень существенные изменения вообще в порядок применения этих сводов правил. Ряд норм сделались рекомендательные, ряд норм в принципе исключены из сводов правил. То есть нормативы градостроительного проектирования, как региональные, так и муниципальные, они призваны в первую очередь заполнить этот пробел, поскольку нормативы градостроительного проектирования конкретизируют положение сводов правил. Они не могут вступать в противоречие, вместе с тем могут очень существенно дополнять федеральные нормативы. Хорошо, сейчас мы все ушли. Да. Тут с одной поправкой. Мы ушли все, мы посмотрели все, но нам очень нужно и важно мнение всех курирующих заместителей со всеми структурными подразделениями. И администрация районов объясню почему. Поскольку фактически у нас нормативы градостроительного проектирования, они очень пластичны. То есть мы закладываем только те инструменты, которые нужны, важны городу сейчас конкретно, либо на перспективу годовую, двухгодовую, трехгодовую. Да, как раз уж и сложно. Но нам важна практика на местах. Нам очень важно предложение от... Давайте посмотреть, вот с точки зрения транспортной ловистики, необходимо нам уровень машиноместной автомобилизации какой оставлять? Все-таки с точки зрения развития отрасли жилищного строительства. Какую норму? Два машиноместа на одну квартиру. Немного будет, может быть, но необходимо меньше. Но вы немножко сейчас лукавите. Вы сами знаете ответы на все эти вопросы. Я знаю, мне, Алексей Тякович, наше мнение, но мы бы хотели все-таки, чтобы все подключились... Был раньше срока показатель 0,3 на одну квартиру. Мы хотим привести их в соответствии к единице. Одно машиноместное на одну квартиру. Как вы считаете, у вас требовано или нет? Очень. Но мы можем привести их в углу. Компания, покупая квартиру, мог понимать, что эти нормы соблюдены. И прежде чем запрещать, нам нужно к этому подготовиться. Поэтому я думаю, что главы района вам могут дать такую напрягаемую информацию. Вы лучше меня все это знаете. Это как пример. Там очень просто много положений, в том числе и... Мы же с вами сталкиваемся постоянно с одной и той же проблемой. Вы же помните, как мы в прошлом году с трудом внесли изменения по за город. Мы же сделали революцию. Я бы много раз говорил. Революция уже была еще в 2015 году, в 2013. Тогда бы не было столько проблем, сколько сегодня в городе мы расхлебаем. Ну что-то такое. Строительство, разработка ППМа была от одного гектара. Ну что такое один гектар? И у нас эти дома точно расстроены. Росла как грибы. И сама проблема в том, что администрация отказать-то не могла. Не было юридических норм. Все доказано, что инвестор заходил в суд и получал разрешение на силу. Ну что-то такое. А куда-то осмотрели. Соответственно... Вот тоже сколько вы в администрации работаете? Администрация шестой год. Ну вот как вот биржного вопроса. Что вам мешало 6 лет назад выйти с инициативой нанести изменения? Почему это сделали только в 2020 году, когда я пришел? Я только в руководящей должности 2 года. Ну не было руководящей должности. Администрация шестой, сколько лет возглавляли всю строительную отрасль? С 2019 года, да. Ну мы собственно сразу и начали заниматься и разрабатывать эти предложения. Внести изменения в ППМ, это была работа 3 месяца с депутатами. Нет, и в ПЗЗ вносились изменения. В ПЗЗ внести это 3 месяца была работа. Каждое время не свои задачи. С 2018 года был 1 гектар, Алексей Анатольевич. До этого вообще-то было 3 года. Да, и мы помним, сколько было у нас даже с депутатами согласия. Да. Потому что те, кто имеет отношение к строительной отрасли, категорически не хотели распространять действия ППМ от одного дома, от 30 соток земли. Потому что тогда строить дома нельзя. И все, уже полтора года, как строить просто так, точно дом в Ростове нельзя. Но сегодня есть другая проблема. Выданы вашими градопланы до действия вот этого изменения в закон. И сегодня мы еще вынуждены иногда выдавать, потому что действует старый градоплан, который предусматривает. Ведь это же абсурд. Я думаю, что многие не знают, а многие знают, что раньше для того, чтобы построить дом, не нужно было рассчитывать ни школы, ни сады, ни дороги, ничего. Нужно было просто обеспечить парковками 0,3 и озеленение. И в принципе, накупив там 4 каких-то частных дома, можно было строить высотный дом, хоть в центре города. Валентина, сейчас можно с вашего позади? Глеб Владимирович, я о чем говорю, что очень много сегодня рычагов есть у муниципалитета. И мы с вами этим путем пошли. И мы ужесточаем, запрещаем, меняем. Но только где-то уже было-то раньше. А сейчас все делаем, то нужно разом все это делать. Понимаете, я не после протеста прокуратуру, когда мы что-то забыли включить. Так точно. Сегодня есть много вопросов, которые нам с вами тоже несут определенные проблемы. Да, у нас есть сроки, которые мы не можем федеральности. Если мы сегодня с вами сделаем анализ по выдаче разрешения на точную застройку, то он будет мизерный. Мы сегодня с вами выдаем разрешение на огромные застройки микрорайонов. Да, у нас есть национальный проект. Введение квадратных метров жилья. И у нас показать миллион триста, мы его должны удержать. Мы понимаем, что жилье должно быть доступное. Но нельзя строить его, где попало. Вот это призвано как раз. Да, поэтому очень важный момент. Еще раз все проанализируйте. Когда мы примем эти поправки? Мы планируем до конца следующего года утвердить изменения. Ну вот видите, у нас еще целый год есть. Да, простая работа очень глобальная, она всеобъемлющая. Но мы будем предельно. Мы понимаем, насколько быстро и важно ее утвердить быстро, и чтобы эта норма заработала, мы сейчас уже прорабатываем предварительно. Я сейчас призываю, пожалуйста, еще раз, проанализируйте все, что есть. Мы имеем право сейчас нести корректировку, разрабатываемую документацию. Для того, чтобы мы к концу следующего года, мы не приняли то, что уже не работает. На перспективу. Мы как раз и закладываем на перспективу. Мы знаем, что попало благоустройство, когда мы в августе приняли. Они тоже были прорывные. Сколько лет их ждали? Наконец-то, кем мы запретили сегодня балконы, обшивать профлисток. Для этого нужно было наступить 2021 год в Ростове. Большое. И это вопрос у нас не депутатов. Депутаты нас поддержали 100% все наши изменения, которые мы предлагали за Россия и депутатскому корпусу, и представителям комиссии. 100%! Пускай они, может быть, были тяжелые для бизнеса. Все поддержали. Это говорит о том, что, Андрей Васильевич, и глава не самого кто-то знает. О том, что хректур, департамент, то будут все как-то активнее доказывать свою позицию. Кто хватает, а кто не хватает. Исправимся. Будем уделять больше времени анализу. Пожалуйста, у кого еще есть вопросы, дополнения? Спасибо. Представьте.